МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. В студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Самые обаятельные и привлекательные в Чувашии подвели итоги фестиваля «Восславим женщинам». На дорожку в Чебоксарах создадут муниципальный дорожный фонд. Из-за парты на завод в Чувашии занимаются профориентацией школьников. Поздравления, комплименты, цветы женщин в нашем городе чествуют не только 8 марта. Сегодня в Чебоксарах прошел заключительный этап третьего республиканского фестиваля «Восславим женщину», посвященного Дню Матери. Если верить, что красота должна спасти мир, то в филармонии собрался настоящий спасательный отряд. Там в преддверии Дня Матери награждали самых ярких и креативных участниц республиканского фестиваля «Восславим женщину». «Общество всегда крепкое, когда сильны семьи, сильны каждый человек. Конечно, мы все разные, по разному мыслим, по разному подходим, но по природе наши милые дамы, наши красавицы, они более чувствительные, более терпеливые, более эмоциональные, более нежные, воздушные, легкие на подъем, на уносливость. Конечно, когда рядом такие женщины окружают нас, нам всегда легче». Инициатором фестиваля стал женсовет республики. Участницы готовили презентации о себе, рассказывали о своих семьях, работе и увлечениях. «Счастье в нашей семье – это, я скорее всего думаю, любовь, уважение и взаимопонимание». Впрочем, праздничным для участницы этот день стал не только из-за наград и поздравлений. «Очень замечательный праздник, потому что я привела себя в порядок, нарядилась, а то получается обиход и жизнь дома, она нас немножечко, скажем, делает нас совсем домашними. А так хочется праздника». Сейчас фестиваль проводится на уровне республики, но вполне вероятно, что следующей ступенью будет Россия. Ольга Перечкина, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня прошло очередное заседание Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 20-летия Конституции Российской Федерации. Празднование состоится 11 декабря. В Театре оперы и балета пройдет торжественное собрание. Согласно плану мероприятий Минкультуры Чувашии совместно с Национальной библиотекой выпущен компакт-диск, на котором представлены в электронном виде законы Российской Федерации, основные разделы Конституции, государственные символы и вспомогательные материалы, сценарии и презентации, которые будут очень полезны школьникам. Началась работа над ежегодным посланием главы Чувашии Михаила Игнатьева к Государственному Совету. Авторы документа будут учитывать мнения жителей республики, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества. Что в первую очередь необходимо предпринять для повышения качества жизни населения? Каким темам глава Чувашии должен уделить особое внимание? Предложения к посланию главы Чувашии Госсовету Республики принимаются по адресу Город Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10, на электронный адрес пресс 0 собачка кап.ру с пометкой для подготовки послания. Представители производственных, торговых, транспортных, рекламных предприятий собрались в одном классе 36-й общеобразовательной школы Чебоксар. Цель их встречи – научиться слаженно работать. Затем, как проходило их общение, наблюдали представители власти. Результаты бизнес-игры учеников 11-го класса смотрите в нашем сюжете. На 45 минут старшеклассники 36-й школы освобождены от занятий. У них более важный урок – урок жизни. За короткое время они должны научиться общаться по-взрослому и заработать свои первые деньги, точнее, день знаки. Сначала я уберу производство и отвожу в торговлю, либо в рекламу. И спрашиваю, какова цена, и, соответственно, продаю им по той цене, которую производитель хочет продать. Каждая группа учеников имеет свое название – производство, торговля, реклама, банк и транспорт, у которых свои функции. Игра идет на время. Каждые две минуты государством собираются налоги в виде бумаги. Ученикам необходимо контролировать все процессы. У кого в конце игры останется больше бумаги, тот и победил. С этим заданием справились две транспортные компании. Производственники и рекламщики остались ни с чем. Они потеряли, во-первых, время, во-вторых, не отслеживали действия государства, которые были направлены на сбор налогов. И в итоге они пришли в банк родства. Анатолий Константинов, выпускник этой школы, проводит не первое подобное занятие. Экономическую направленность деловой игры объясняет его профессия арбитражного управляющего. Они, в первую очередь, должны понять, что, выходя в возрастную жизнь, они должны уже знать, чем они будут заниматься во взрослой жизни. Какую профессию они себе изберут. И также должны понимать, что данный процесс является состязательным. Никто просто так ничего им готового на блюдочке не принесет. Старшеклассникам такой нестандартный урок жизни пришелся по душе. Я был в группе транспорта, я почувствовал себя тем человеком, от которого зависит, на самом деле, весь бизнес. Я занимался перевозками, занимался договорами также. Я была торговлей, то есть я покупала производство, его продукцию. Государство у нас его покупало. Я бы советовала не только учителям географии проводить на уроках, и во внеурочное время, но и не только в лицах и гимназии. Мы обычная общая образовательная школа номер 36. Это не последний урок жизни, который Анатолий собирается провести в школах столицы. Главное, чтобы пройденный материал принес пользу ребятам и надолго остался в их памяти. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Изучить другую рабочую профессию решили ученики 49-й школы. Вместе с педагогами они посещают предприятие Чуваши. Сегодня школьная делегация побывала на ЗАИМе. Профурок для учеников 49-й Чебоксарской школы проходит на предприятии, выпускающем электроприборы и механизмы. Экскурсия начинается с музея. Вопросы «где работать мне тогда?», «чем заниматься?» совсем скоро зазвучат для этих девятиклассников. Некоторые из них уже определились с выбором. Хорошо быть экономистом, юристом, программистом тоже. Я хочу пойти после девятого класса в медтехникум, а потом уже пойти на высший тоже мединститут. После девятого класса закончу кооперативный техникум на экономиста, потом дальше пойти на высший тоже на экономиста далее. Да, после девятого класса хочу поступить в ЧМК, на прикладную информацию хочу стать программистом. По наблюдениям педагогов, к моменту выпуска выбор учеников может измениться. Пока многие связывают свою будущую профессию с любимыми предметами. Но знакомство с работой предприятий и организаций, возможность увидеть производственный процесс своими глазами будет не лишним. Чтобы они закончили школу и потом не говорили, «Отарина Михайловна, какая жалость, что мы тут не побывали». Или, например, не сказали так, пришли бы, например, сюда на работу и говорили, «Ой, надо же, как интересно». А вот я когда в школе учился, я даже не знала, что такое есть, например. То есть мы хотим знать, чтобы они много со временем жили, чтобы предприятия своей республики знали, своей столицы знали. Во время экскурсии школьники знакомятся с историей предприятия, продукцией прошлой, настоящей, проходят по цехам, общаются со специалистами, словом, узнают о заводе, его запросах и возможностях изнутри. Вероятно, сегодняшнее знакомство кому-то и поможет с выбором профессии, а кто-то вернется на предприятие дипломированным специалистом. Ольга Григорьева, Александр Петров, «Республика». Сегодня в приемной президента России прошел единый день консультаций. Он был посвящен вопросам оформления сделок с недвижимостью, налоговых платежей, связанных с приобретением и отчуждением недвижимости. Кадастровой оценки недвижимости. Подобные дни консультации управление Росреестра по Чувашии проводит регулярно. В одном месте собрались представители тех служб, которые задействованы или как-то связаны с оформлением прав на недвижимость. Это специалисты администрации, банков, нотариусы, адвокаты, представители кадастровой палаты и налоговой службы. У людей есть хорошая возможность получить ответы на свои вопросы от представителей разных служб. Ведь не секрет, что при оформлении прав на недвижимость возникает очень масса дополнительных вопросов. Как оформить квартиру по наследству, как произвести расчет, как получить налоговый вычет и другие вопросы. Вот сегодня, чтобы им не бегать, не звонить по различным инстанциям, мы проводим вот такие вот единые дни консультации. Стараемся их проводить во второй половине дня, чтобы у людей появилась возможность либо после работы, либо отпроситься пораньше, чтобы прийти и получить консультацию. Первыми, кто обычно приходит, это пожилые люди, студенты, молодые. Теплоснабжение потребителей столицы Чувашии, подключенных к ТЭЦ-1, переведено на Чебоксарскую ТЭЦ-2. ТЭЦ-1 окончательно завершила свою производственную деятельность. Такую информацию опубликовал Минстрой Чувашии. Как утверждает ресурсоснабжающая организация, подача горячей воды и тепла жителям осуществляется в строгом соответствии с установленными параметрами. Чебоксарская ТЭЦ-1 стала первой станцией, построенной в республике. Ее история началась в 1948 году со строительства хлопчатобумажного комбината. С 1 января 2011 года основное оборудование Чебоксарской ТЭЦ-1 было выведено из эксплуатации. До настоящего времени предприятие обеспечивало тепловой энергией всех своих потребителей за счет пара, получаемого Чебоксарской ТЭЦ-2. На проспекте Ивана Яковлева вновь ограничили движение транспортных средств. На участке от перекрестка с улицы Хеверской до проспекта Мира будут строить подземный пешеходный переход. До 1 июня 2014 года движение организовано по временной объездной дороге. Средства удалось изыскать в этом году, хотя реконструкция назревала давно. Теперь на вопрос, откуда взять деньги, есть ответ из Дорожного фонда. Подробности далее. Часть денег на содержание и капитальный ремонт чебоксарских дорог и проездов выделяют из городского бюджета. Сейчас необходимые средства приходится выкраивать по частям из разных пунктов дохода. Однако в скором времени в городе появится специальный муниципальный дорожный фонд. Всегда город из своего бюджета выделял деньги на ремонты дорог, пригородских дорог, дорог, которые ведут в придомовые территории, и так далее, и так далее. А сегодня, вот с сегодняшним решением, уже город создал сам фонд, муниципальный дорожный фонд. То есть это что? Значит, теперь не будем мы из бюджета что-то там кусочки выливать. Наоборот, в этот фонд деньги будут течь в этот фонд. Питать фонд будут акции за напроданный бензин, транспортный налог, штрафы за нарушение ПДД, другими словами, платежи, связанные с транспортом, которые частично или полностью зачисляются в городской бюджет. Отныне тратить их можно будет только на дороге. В положении так и прописано. Эти деньги целевые, кроме как на эти цели, они никуда не могут расходиться. То есть если они куда-то что-то уйдут, в силу каких-то причин, это называется уже нарушение финансовой дисциплины и так далее, и так далее. Решение вступит в силу с 1 января следующего года. Ольга Пыречкина, Андрей Шоклев, Республика. А в эти минуты на сцене Театра оперы и балета открывается 23-й международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова. Специально к этому событию режиссер Владимир Красотин, балетмейстер Елена Лемешевская, другие артисты театра подготовили оперу Джузеппе Верди от Телло. Фестиваль продлится до 30 ноября, и в это время зрителей ждут удивительные встречи с солистами Большого и Мариинского театров, ведущими исполнителями из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова, с гостями из Монголии и Китая. Поскольку 2013 год объявлен ЮНЕСКО годом Верди, программа Михайловского фестиваля составлена из вечной классики Регалета, Аида, Травиата и, разумеется, Отелло. Завершит оперный форум Гала-концерт. Сегодня в Новочебоксарске стартовал Кубок России по вольной борьбе среди женщин. В соревнованиях участвуют более 120 сильнейших спортсменок страны. В ранге хозяев состязаний на ковер выйдут 7 представительниц Чувашия. Глава Республики сегодня встретился с главным тренером сборной команды России по женской вольной борьбе Юрием Шахмурадовым и неоднократным чемпионом мира Европы, призером Олимпийских игр, обладателем Кубка мира по вольной борьбе Сергеем Корнилаевым. Глава Республики поблагодарил представителей Федерации спортивной борьбы за выбор Чувашии как арены для розыгрыша Кубка России. Мероприятие нам позволяет, во-первых, и пропагандировать спорт, и люди, которые будут смотреть, будут, по крайней мере, желать, стремиться быть такими же сильными личностями, которые добиваются успеха в любом деле. Тот мероприятие, которое мы проводим сегодня, оно имеет действительно знаковое значение для нас в первую очередь, потому что я только что недавно вернулся из Швейцарии, где мы обсуждали новые весовые категории, когда в Олимпийской программе женщины увеличили до шести, как и в других видах спорта, как греко-римская борьба, вольная борьба, в большей, была такая победа Федерации. То есть женщины приобрели уже законное такое право как бы выступать на Олимпийские игры наравне с мужчинами. Гости отметили, что в Чувашии хорошие традиции вольной борьбы как среди мужчин, так и среди женщин. У нас выросли несколько поколений сильных спортсменок. Сестры Смирнова, Екатерина Краснова, Надежда Федорова. Главный тренер сборной команды России по женской вольной борьбе Юрий Шахмурадов рассказал, что в планах Федерации создание на территории России межрегиональных спортивных центров женской вольной борьбы. В таких регионах, как Чувашия, Бурятия, Красноярский и Краснодарский край. А также предложил в следующем году провести у нас чемпионат России по этому виду спорта. В заключении Юрий Шахмурадов вручил Михаилу Игнатьеву награду от имени Федерации за большой вклад в развитие вольной борьбы в Чувашии. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Николай Яковлев, Республика. В начале ноября в Архангельске прошел неофициальный чемпионат мира и Европы по гиревому спорту. В соревнованиях участвовали представители 15 стран мира. В результате был установлен рекорд 300 спартанцев, что превысил прежний рекорд на 53 человека. Вот эти медали Валерий Притуленко привез из Архангельска. Одна из них за победу на чемпионате мира, а это за установление рекорда Гиннесса. Кроме Притуленко, в числе спортсменов, которые постигнули на рекорд Гиннесса, были и наши земляки. Чтобы завоевать очередную награду, пришлось выиграть у многих известных спортсменов. Но для того, чтобы установить новый рекорд, соперникам все же пришлось объединиться. Это суть в том, что мы одновременно поднимали гири по команде ведущего и синхронно. С четырех сторон были поставлены камеры, и главный судья, представитель штаб-квартиры Лондонской ассоциации, он смотрел за всеми и руководил также нами. Четыре видеокамеры и специальный комиссар не пропускали ни одного движения гиревиков. Сплоченность и преодоление трудностей – главное, что помогло победить предыдущее достижение, считает Валерий Притуленко. Успех земляка тут же поднял популярность гирьевого спорта в «АллатРе». На занятия стали приходить не только мальчики. Ребята хотят стать не только сильными, но и в будущем улучшить рекорд своего тренера. Михаил Дементьев, «Республика». Завтра в «Макдональдс» пройдет традиционная благотворительная акция, приуроченная к Международному дню ребенка. Известные люди республики, надев фартуки, встанут в кассы в одном из популярных ресторанов города. Национальное телевидение «Чувашия» поддерживает благотворительную акцию. Раз в год в этот день во всем мире за прилавки ресторанов компании «Макдональдс» встают популярные артисты, журналисты, политики, спортсмены, чтобы внести свой личный вклад в важное и благородное дело помощи нуждающимся детям. Но чтобы оказывать реальную помощь детям, не обязательно быть знаменитым. Любой житель города или гость столицы может прийти в субботу в «Макдональдс», купить картошку фри и яркие колечки, и тем самым принять участие в благотворительной акции. Все средства, которые были выручены сегодня, пойдут на благотворительные цели – организацию семейных комнат в детских больницах, чтобы у родителей была возможность быть рядом с малышом в трудный период. В ближайшее время подобный дом вдали от дома, который поможет не разлучаться мамам и детям, построят в Казани. Это все новости на сегодня, а я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова